...обеспечение и материаловое обеспечение, но у нас, слава богу, что у нас нет проблем с медикаментами, нет проблем с перевязками, потому как есть и государственная поддержка в этом плане, и есть поддержка по поводу медикаментов двух наших самых больших компаний в Украине, которые оказывают хорошую, благодарительную помощь на очень крупные суммы и доставляют в наш Харьковский госпиталь медикаменты, необходимые непосредственно для ликвидации последствий тех ранений и лечения ребят. Мы, как волонтеры по медикаментам, оказываем помощь ребятам, тем, которые уходят на реабилитацию. Мы им закупаем лекарства, но, конечно, не самостоятельно, только по рекомендации врача, и то только если этого нет в госпитальном аптеке-складе. Обычно все есть, и, ну, бывает иногда просто нехватка, поэтому мы их закупаем. По обеспечению, очень как-то все так не очень хорошо в госпитале, потому что помимо медикаментов и помимо питания, которое, кстати, очень хорошее в нашем госпитале, там, четырехразовое питание, то есть все, что необходимо, ребята получают в зависимости от отделения, в котором они находятся. То есть что-то можно, что-то нельзя. Я думаю, что это понимает любой человек в зависимости от состояния человека, отдельных лекарств, которые они употребляют, которые уходят или которые уходят, компетированы. Но обеспечение – все основное, а именно, ребята приезжают с различными ранениями, либо после полугодовалого нахождения на полях в зоне АТО, соответственно, все, что на них одето, то есть это нельзя назвать больше одеждой, это больше нельзя назвать военной формой, они так, то есть все это приходит в негодность, причем, если это ранение, то это все разрезается и сдается в прокуратуру, ну, потому что так положено. Соответственно, человек остается голый. Он, естественно, получает госпитальную пижаму, но в госпитальной пижаме сильно не походишь и сильно себя комфортно чувствует. Поэтому нам очень необходима постоянная, все время помощь в элементарных вещах для ребят, таких как носки, тусы, спортивные штаны и спортивные костюмы и обувь. Обувь – это резиновые тапочки, в которых они ходят по отделению по своим палатам и обувь той, в которой они могли бы прогуливаться по тем нашим небольшим паркам, которые есть на территории госпиталя. И, собственно, не находиться в четырех стенах постоянно в палате и общаться только со своими ребятами, а можно для того, чтобы они могли спокойно передвигаться по госпиталю, равно как необходима одежда для того, чтобы из одного госпиталя нашего перевезти их в другой госпиталь. Поэтому как? Это может быть на автобусе, это может быть на скорой помощи, это может быть на поезде и это может быть на вертушке. Опять же, в зависимости от ранений. Естественно, тех ребят, которые перевозят на скорых и на вертушках, это тяжелораненные ребята, и наша главная задача – обеспечить их термоодеялами. Это такая тонкая фольга, в которую, благо, нам очень сильно помогает украинская диаспора Китая и постоянно высылает нам вот эти посылочки, которые мы раздаем на все машины скорых помощей, равно как и отправить перевезти в другие госпиталя. Точно так же и с передовой ребят привозят, завернуты вот в эти замечательные вещи. Они как и охлаждают, так и утепляют. То есть, ну, в зависимости от какой стороны положишь, такая вот веселая вещь, которая очень много значит. Если есть у кого-то возможность, мы бы тоже не отказались еще от таких, потому что нам их нужно очень много. Точно так же, как есть очень большая необходимость в элементарных вещах, таких как бритвенные принадлежности, таких как, ну, то есть элементарно, чтобы человек мог почувствовать себя комфортно при нахождении в госпитале. Точно так же нам очень нужны всякие разные моющие средства, потому как очень много людей. Ежедневные трехразовые уборки и этажей госпитальных. У нас 7 корпусов, 14 отделений. Соответственно, вы представляете себе какой-то огромный объем, какой-то огромный, огромные эти все помещения. То есть у нас ежедневно моются окна, особенно в операционных, и в палатах интенсивной терапии, и в палатах реанимации. То есть на все это постоянно нужны вот все эти средства. К великому сожалению, их нет. Благо люди приносят, но, к сожалению, к великому этого всего недостаточно для того, чтобы полностью можно было охватить все площади, чтобы это все везде было чисто и аккуратно, потому что все-таки это больница. Нам необходимы и также и стиральные порошки, потому как некоторые ребята, которым, скажем так, больше повезло, и они смогли с собой забрать какой-то огромный рюкзак вещей, то есть они все время просят оказать помощь в том, чтобы привести это все в чувство. То есть мы и затираем это, и стираем. То есть, опять же, необходимо для смены постели, потому как это меняется ежедневно. Особенно в тех палатах, где серьезные ранения, особенно в тех палатах, где лежат ребята с ампутациями. Ну, слава богу, лежа. И на данный момент очень хорошо, что нету. Я сейчас немножко расскажу о статистике, кого из нас сколько и где. Также, помимо нашего госпиталя, те ребята военные, именно которых привозят с ранениями из зоны АТО, располагаются и в областной больнице, в одном из отделений, и в госпитале ВВД, также в госпитале Великой Отечественной войны, в который ребята именно харьковчан отправляют на реабилитацию. То есть, есть после ранения такая, как реабилитация, и именно харьковчан отправляют туда, дабы было бы место для принятия, к сожалению, новых ребят из зоны АТО, и для того, чтобы человек себя чувствовал комфортно, находясь в своем городе. Такое, как обычно, всех ребят для реабилитации или дальнейшего лечения, после оказания первой необходимой серьезной помощи операции, или ампутации, или имплантирования, как правильно сказать, потому как есть у нас такие операции, я сейчас к этому немножко вернусь, то есть, их отправляют в госпиталя, либо в больницы, либо в пансионаты для прохождения реабилитации именно у себя дома. Так, чтобы к ним могли приехать родственники и друзья, чтобы они чувствовали себя ни в коем случае не брошенными, и чтобы каждый человек мог не реабилитаться. Потому что, если, допустим, человек, который ранен, и оставить его здесь в хайпере, достаточно далеко к нему ближе от родственников, поэтому его отправляют, естественно, ближе к своему дому. Также, ой, постоянно, к великому сожалению, это плохо, мы это знаем, но, и думаю, что ребята это заслужили, они очень просят все время себе это, постоянно. То есть, сигарет не хватает вообще, наверное, больше, чем всего остального. Потому как очень сложно сказать человеку, не кури, ты же в больнице. Да, врачи пытаются это сделать. Я могу их, конечно, понять, потому что, ну, на самом деле, конечно, это очень плохо. Но человек, который возвращается от беда, я думаю, что он уже слишком совершеннолетний для того, чтобы выбирать для себя сам, и не курить они не могут. И поэтому иногда случается так, что кто-то и через заборчик за сигаретами для друзей, а тут патруль, нашли, ай-яй-яй, и очень плохо. Поэтому вот тоже точно так же просим людей все-таки отозваться и на эту помощь, конкретно сигаретам. Поверьте, если бы вы видели в глазах ребят, которые, вот они, когда у нас была одна пачка сигарет, они вот эти 20 штук друг с другом делятся, и пополам, и в половинке. То есть, ну, как-то хотелось бы все-таки, чтобы мы немножко оказали помощи в этом. Чай, кофе, печенье. Очень любят. Мы, слава богу, в своей волчурской комнате смогли провести интернет. Теперь еще там ребята соорудили самостоятельно лавочку, стало тепло, они все с кофейком, с чайком очень порубляют сидеть, общаться, и там пользоваться интернетом. И теперь у нас еще есть планшеты, которые мы тоже ребятам даем для того, чтобы они могли ими попользоваться, связаться с родными, у кого там чего нет. Вот она хорошую такую помощь оказала компания одна и подарила нам планшеты для пользования непосредственно ребенком в госпитале, чтобы они могли, и, конечно, не так много, как хотелось бы каждому подарить за все их заслуги перед нами. Какая статистика? По статистике. Хотелось бы, чтобы люди не пугались и не воспринимали эти цифры, что если это госпиталь, это раненые бойцы с передовой, то это обязательно катастрофа, это все прострелено, это все нет. Есть большое количество вариантов попадания в госпитале. То есть это, естественно, ранения, особенно тяжелые ранения. Это ребята, которые доставляют с самыми банальными болезнями, которые существуют в нашем мире. Это и простуда челюстно-лицевого нерва, которые не дают человеку не то, что спокойно воевать, когда у тебя перекашивается полностью лицо и вынуждены после операционного вмешательства туда, и после этого зашивать челюсть, и человек еще 2 недели может питаться только через трубочку, это тоже довольно серьезно и довольно печально. Также и двусторонние воспаления легких ребят привозят. Особенно зимой, конечно, катастрофически были простуды. И самое печальное – это отделение психиатрии. Туда, к сожалению, привозят ребят. Ну, я думаю, что, наверное, каждый понимает, что то, что они видят, то, в чем они принимают участие, не у каждого человека выдерживает психика, не каждый человек может спокойно ко всем относиться. Поэтому, к сожалению, психиатрическое отделение у нас переполнено и достаточно переполнено постоянно. То есть частично, конечно, ребятам оказано бой. Кто-то быстрее выходит из этого состояния, кто-то, наоборот, сложнее. Также очень контузии. Отделение, в котором лечит контузия. Это отделение точно так же переполнено. Самое переполненное отделение – это гаста. Потому что это то, чем они питаются на передовой, ну, скажем так, наверное, как бы, и, кто-то говорит, «Соврогу своему непожелающему есть это каждый день». То есть макаронья, тушенка, макаронья, тушенка, макаронья, тушенка. И это все складывается в серьезные болезни и в гастрите, и в язве, и так далее. То есть по всем... У нас на данный момент находится где-то около 300-320 человек в совокупности всех болезней. Шесть человек находятся в реанимации с огнестрельными непосредственно, ну, то есть с ранениями там и огнестрелы, и осколочные, то есть, ну, все абсолютно разные. Я думаю, что это понятно, что это... Четыре человека в палатах интенсивной терапии. И все остальные ребята, которые более-менее способны передвигаться. Значит, у нас сейчас на лечении находится мальчик, который, к сожалению, потерял кисть руки. Извините. На данный момент все хорошо у него заживает, и все хорошо. Мы показали ему... Не так давно показали фильм про нашего сограждан, именно сожителя города Харькова Олешку, который потерял две кисти. Я думаю, об этом, наверное, все знают, и каждый как-то пытался помочь этому парню. Ему уже поставили протезирование, шикарнейшее просто сделали. И вот мы показывали Максимке этот фильм, чтобы он посмотрел, что вот все будет хорошо, что ручку мы ему восстановим. Документы поданы его на восстановление, естественно, бесплатное протезирование. Мы его в холю ввели, как он у нас такой сам получился, к сожалению, самый такой травмированный. И он сейчас очень активно занимается волонтерской помощью. У нас в нашей волонтерской комнате старается всем всем ребятам помочь, хоть и одной ручкой, но он очень большой ручница. И хотелось бы просто очень похвастаться, что ребята, которые у нас лежат, они постоянно нам помогают. В чем? Они помогают нам что-то донести от КПП этого волонтерской, они помогают нам разложить, чего-то потягать, кому-то что-то выиграть. Если вдруг приходит к нам, допустим, человек на костылях, мы как бы стараемся все время там вынеси стульчик сразу же, потому как у нас ступеньки, там это сложно. А он, нет, я хочу сам, я уже все, я уже могу. И ребята всегда помогут, всегда все сделают, как бы сам раненый, сам больной, сам пострадавший, но все равно свою вот любовь, которая у него есть внутри, отдам своему товарищу, потому что ему либо он еще хуже себя чувствует, либо просто потому что все-таки наши воины, это люди с огромным сердцем. Как вы взаимодействуете с другими военными госпиталями, которые на передовой находятся? Да, значит, наибольшее количество ребят, которые поступают к нам в госпиталь, они проходят через Артемовские больницы. В Артемовске в данный момент находятся две больницы, то есть больница и госпиталь. И также точно открывается третья больница. Сегодня поехали туда ребята, на нашу систему велосердия для того, чтобы посмотреть, скажем так, весь масштаб трагедии, чего не хватает, и что нужно на третьей больнице, потому как две уже, к сожалению, там не влазят военные. Вот. По взаимодействию. Нам передают информацию о необходимости чего-то в больнице, собственно, те наши водители, которые туда выезжают. Там они получают какую-то информацию, и они приносят нам эту информацию, либо оставляют наши телефоны, люди нам звонят из тех больниц, и мы тогда с ними взаимодействуем. Также точно в больнице счастья, пока ее не разбомбили, точно так же очень-очень помогали больницы, там ей что-то старались закупить, и также нам очень помогли ребята со студии Казал 95, а именно огроменными ящиками инструментов хирургических для больницы счастья, которые были необходимы, на тот момент, когда там просто было сумасшедшее количество людей, и там, значит, нет, как говорит, я, я просто повешусь, если я не знаю, что мне делать. Ну вот, нашлись добрые люди, и мы вот как могли помогали, им туда это все завозили, благодаря ребятам из батальона Айдар, которые все это у нас перенимали, и вывозили туда, потому как там были боевые действия, и как-то девочки там не очень были рады, в связи с тем, что кого защищать, первым делом девочку, или бежать в бой, непонятно. Поэтому все-таки мы вот таким вот образом, вот, на данный момент, точно так же мы с больницами, которым нужна помощь на передовой, мы готовы помогать постоянно, только, пожалуйста, обратитесь к нам, все, что не обходило, вам достанет, вот, я думаю, что у нас уже большой опыт. Поток вот волонтерской помощи и помощи харьковчан, вот, он сейчас ослаб или такой же? Вы обращаетесь все время с постами в интернет, ну, к патриотическим там группам, и просите какие-то поставки. Это из-за того, что сейчас мало, или просто это так необходимо делать? Ну, к великому сожалению, я сразу отвечу на то, что цены мало. Сейчас очень мало людей приходит, но я думаю, что в этом еще и помогают центральные СМИ, потому как, то есть, постоянно говорится о том, что, вот, ну, нет такого количества пострадавших, нет таких огромных боев, то есть, ну, как-то все так более чуть-чуть стихло, и люди думают, что уже нет таких действительно боев, и действительно нет такого поступления в госпиталь, к сожалению, есть. И по 30 человек в день поступает, ну, естественно, не каждый день такое количество, но каждый день, в любом случае, кто-то поступает именно в зону АТО. На данный момент сегодня у нас уехала машинка одна, скорая, забирать оттуда четырех ребят, еще одного везут волонтеры, ради на вас со всеми документами, направлениями из... Ой, я забыла, честно говоря. Оттуда. Они просто отзвонились, вот, буквально за 2 секунды, что вот они и едут, и я как-то не обратила внимание, откуда, потому что все мы принимаем, и принимаем госпиталь от других мест. Поэтому хотелось бы все-таки, чтобы... Возможно, что люди не слышат это количество скорых, которые раньше по городу ездили от авиазавода, но от авиазавода и до госпиталя ездили скорые, которые забирали ребят с вертушек. На тот момент было больше вертушек, потому что было больше таких ранений, которых нельзя было перевозить по отсутствию тех дорог, которые сейчас находятся в Донецкой и Луганской области. Можно было только на вертушках. Вот. На данный момент, слава богу, что нет таких очень сильно серьезных, вот таких вот ранений, при которых человек, его нельзя ни на миллиметр не двинуть, ни шевельнуть, ни туда, потому что иначе, к сожалению, все. Вот. Поэтому сейчас больше доставляют оттуда, но доставляют именно на машинах. Да, вертушки прилетают, но это бывает настолько рано, что я думаю, что люди просто еще не слышат, что в 5-4 утра, где-то вот таким вот образом, потому как начало раньше уже светлеть, поменялось абсолютно, световой день увеличился, поэтому, соответственно, немножко, график немножко сдвинулся, и, может быть, люди думают, что все закончилось, к сожалению, к великому. Все не закончилось, людей достаточно много, и по другим больницам, которые есть с Хаттером, тоже точно так же есть наши военные ребята, и очень бы хотелось, чтобы они все были одеты, попуты. Спасибо, да. Вопросы, пожалуйста. Да. Представляйтесь. Да, Оксана Зинковская, медиагруппа Ак-Утих. Вопрос по третьей больнице в Артемовске. Скажите, пожалуйста, если знаете, здесь чем она появилась, то есть, вы говорите, в ней в лазер. Может быть, хотят разгрузить военную? Да. Вопрос очень хороший, да. Оксана, спасибо, что вы с Виталией. Да, действительно, больница третья создается с целью разгрузить непосредственно госпиталь Харькова и Днепропетровска, для того, чтобы там, на лечении, находились все эти ребята, вот о которых я говорила, которые не с ранениями, то есть, для которых не в обязательном порядке не нужно какой-то аппаратуры, которые могли бы находиться в этой третьей больнице и находиться на лечении там, то бишь, воспаления легких, простуды, зубы, гастриты и так далее, то, что можно было лечить на месте, чтобы их привезли туда, они там отлечились и их оттуда сразу же опять отправили в свои части, на свои посты и так далее. Для того, чтобы была разгрузить, для операции вовремя, потому как на данный момент пришло время некоторых ранений, которые сейчас позволяют делать те операции, которые не позволяли сделать тогда там мылиному бойцу раньше. То есть, есть такие вот периоды, когда вот сейчас мы усиленно закупаем импланты и это суставные, ну, как мы их называем, немножко так металлоном, потому что это такие специализированные гайки, всякие скобы и так далее, все, что вставляется в кости. Это все рассасывается, это из специализированного материала. Стоят это все, конечно, сумасшедшие деньги, но, главное, люди их помогали. Вот есть, ну, крилили. Ну, точнее, то есть, кайперский военный госпиталь все-таки будет заниматься, ну, курсной специализацией, ранения, там, ну, плюс... Ну, я не могу это утверждать на 100%, потому что непонятна ситуация какая будет. Вы говорите, ваши девочки поехали смотреть. В каком состоянии примерно, вы знаете, находились... Ну, примерно, не знаю, для этого и поехали. У нас... Да, у нас начмед Харьковского госпиталя сейчас, вот уже второй с половиной месяц находится в Артемовске. Именно занимается вот двумя этими больницами, которые там есть, и созданием вот этой третьей. То есть, его туда именно и отправили, для того, чтобы он восстановил там какую-то работу, чего-то, чтобы оно все двигалось более интенсивно, более быстрее, и чтобы более быстрее оказывалась помощь. И с этим всем создался этот третий госпиталь. Он приехал в субботу, нам об этом рассказал, попросил приехать сегодня, чтобы посмотреть во очередь, что необходимо. Ну, там, кровати, подушки, одеяло, оборудование, что еще там нужно. Ну, то есть, поехали смотреть именно в состоянии, что необходимо, чем мы можем помочь. Спасибо. Дмитрий Афсер, я не знаю, вопрос к вам или не к вам, но если вы владеете информацией, каково сейчас положение со средним персоналом на самой передовой? Я имею в виду фельдшера, санинструкторы в подразделениях, насколько обеспечена передовая вот таким медперсоналом, чтобы буквально самую первую медицинскую помощь можно было оказывать квалифицированно. И, опять же, материалы для наложения повязок, жгуток, тампонирование ранений, буквально мгновенного использования. Как сейчас с этим вам стоит дело? Спасибо. Ну, к великому сожалению, настолько глубоко я не смогу ответить, но я смогу ответить о том, что много машин скорой помощи именно для оказания первичной помощи на поле боя и так далее, покупают волонтеры и церкви и так далее, но не все эти машины оборудованы, и во всех этих машинах есть то, что необходимо, и получается, что они без полезного назначения там, в некоторых машинах нет, как раз медперсонала, о котором вы спрашиваете, то есть они не укомплектованы этим экипажем, а в некоторых батальонах, например, есть экипаж, но нет машины, и состыковать одно с другим, пока что довольно сложно, поэтому я думаю, что, наверное, не все хорошо с оказанием вот этой вот первой помощи, потому что мы с вами сталкивались очень много с вот этой информацией именно состыковки одного к другому, те не могут, потому что у них на балансе, те не могут, потому что они прикреплены к тому батальону, то есть получается какая-то такая, опять же, бюрократическая, дурацкая, к сожалению, каша, ну, пока так. А вот под тем отзывом, которые до вас находят, персонала, людей подготовленных, хватает на передке? Ну, я, наверное, ну, какие-то, я знаю, разговоры, слухи, состояние ранений у ребят, которых при возе, первичная обработка, какие-то мнения, может быть. Знаете, официальные инстанции говорят одно, а реалии немножко выглядят по-другому иногда. Ну, однозначно, я могу сказать, что, к великому сожалению, до сих пор так и не научились все медики, которые есть, пользоваться именно вот этим знаменитым целоксом, именно порошком, к великому сожалению, кто сейчас еще прислушались как бы к мнению квалифицированных людей и все-таки начинают от этого порошка отказываться, вот, начинают все-таки пользоваться салфетками и бентами целоксом. Вот, собственно говоря, и некоторые ампутации происходили в Украине именно из-за неправильного использования целокса. У нас большое количество есть медперсонала, санинструкторов и так далее, которые были мобилизированы, они находились и у нас в Харьковском госпитале и были отправлены на передовую. Также у нас есть четыре мобильных госпиталя по Украине, Одесса, Львов, Харьков и четвертый, я, к сожалению, не помню чей, никак я... Днепропетровского мобильного госпиталя нету. Потому что появился вчера, я еще попаливкусит. Вот. И... достаточно большое количество отправляют и докторов, и даже и наших госпитальных и тех, которые были мобилизированы, отправляли туда. Будем надеяться, что там хватает персонала. Опять же, есть... в каждом батальоне есть свое подразделение и там уже конкретно начмета уже отвечает за набор того персонала, который им необходим для оказания первой помощи. Я знаю, что в Айдаре с этим все хорошо. Спасибо. Вопросы. Да. Ирина, у меня вопрос по поводу финансирования за счет Минобороны. Возможно, вы знаете, за счет государственных денег что именно закупается для госпиталя? И закупается ли вообще что там сейчас? Ну, мне, естественно, никто эту информацию не даст. Даже если я буду очень сильно просить. И если честно, я не знаю, что закупается за счет денег и наоборот. Внешне это как-то проявляет? Ну, какое-то новое оборудование возможно появилось за последнее время. Ну, да, мы много поставили и купили. Нет, кроме волонтеров. Ну, если сказать честно, тут столько, сколько приходят и к нам просят, и сколько приходят и говорят, что нужно вот это, 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 вот этого не хватает, этого не хватает. Не знаю, я знаю, что там, где закуплено. Знаешь, что это волонтеры купили, это волонтеры привезли, это волонтеры закупили, это еще кто-то привез, это тот подарил добрый дядя, не депутат, вот, а просто добрый дядя. Есть у нас такие замечательные люди, которые готовы тратить сумасшедшие деньги. У них очень мало, которые готовы тратить сумасшедшие деньги, и я даже, честно говоря, не знаю, как их зовут. То есть они просто приходят, приносят, говорите, скажите, что это от анонима, они просто от патриота, или просто от жителя Харькова. Просто это крупная сумма, когда мы говорим, нам там можно выкупить такую товарную, которая стоит 200 тысяч. Люди добрые, помогите. Кто сколько может, тот только избрасывает. Кто-то приходит, дает, например, 100 тысяч и говорит, что я... А еще лучше присылает ребенка своего. Папа передал вам вот такую вот кальвя. Возьмите, пожалуйста. Ну, то есть бывают такие движения. Спасибо. Харьковский интересный пациент, Ирина Красилова. Ирина, расскажите, пожалуйста, насколько сложно или просто вам передать помощь? Ну, то есть какая процедура, как это сделать? Процедура очень простая. Приходите все, мы все приедем. Точка. Ежедневно с 9 до 19. Любое время, когда удобно из этого времени прийти, в субботу, в воскресенье точно так же, пожалуйста, приходите в улицу Культуры 5, военный госпиталь. Подходите на КПП и нужно сказать, что мы принесли помощь для ребят. Вызовут волонтеров, меня или девочек, которые работают. Все у нас находятся в такой, скажем так, форменной кофте с нашей лентой. Также, точно так же, бейджик. Желтый сын из имени волонтера на груди. Вот. Все передающие деньги мы вносим в специализированную ведомость с печатями и подписями официальной нашей организации, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Ежедневно выносятся посты о том, кто помог, чем помог, что принес, о том, что необходимо и что нужно. Но, в большей части, в основном, нам всегда нужны носки, трусы, бритвенные принадлежности, чай, кофе и сигареты. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Минутку вопросов. Ирина, на прошлой неделе вы написали в своем везде в соцбуке, что просите приносить все, что приносят с какими-то сертификатами в заводской подпаковке и так далее. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Почему не было раньше таких требований? Такие требования были изначально в самом начале, то бишь еще где-то в мае или в июне 2014 года. Потом, ну, немножко требование убавилось из-за тем, что начало поступать наибольшее количество людей. Ну, то есть очень много было народу и очень много было помощи тогда. И приходили люди, в основном патриоты, и было понятно, что они ничего-ничего плохого не могут оказать ребятам. На данный момент, после всех этих сумасшедших взрывов, которые были у нас в городе, после того, как был и госпиталь и взорван, и заминирован, и много всяких разных казусов. После всяких разных заявлений на ютубе этих патриотов Харькова о том, что будет отправлен весь госпиталь, о том, что будет все там, все будет заминировано и реминировано, поэтому к нам обратилась и СБУ, и Минобороны с просьбой, что вот, пожалуйста, попросите людей о том, чтобы каждую вещь, которую они приносят, они обязательно доставали при вас. Мы даже установили там видеокамеры, которые мы это все могли отслеживать, чтобы, не дай бог, не было никакого минного взрывного устройства. А по продуктам, после заявления о том, что мы, массовое отравление будет госпиталя, поэтому просим все-таки там печенье, конфеты и все, что там приносят. Вот даже паски нам приносили, запечатанное в заводской упаковке и сертификатом того, что это действительно было куплено там, допустим, в таком-то магазине, или там такая-то, например, фабрика нам привезла, допустим, помощь. То есть того, что это действительно еще здесь срок годности, во-первых, не вышел, во-вторых, что это действительно производство конкретной этой фабрики, что запечатано на этой фабрике, чтобы не было никаких таких вот, не дай бог, потому что уже столько вытерпели, что ужас. И еще один вопрос, скажите, пожалуйста. Вот после того, как было объявлено очередное перемирие, скажем так, можно ли говорить о том, что вот потом раненый, к примеру, он уменьшился там во сколько-то раз, или он остается прежним? Есть ли у вас какие-то такие наблюдения? И как изменился характер поступающего вами? Спасибо. Так, я по частям тогда отвечу. Значит, после так называемого перемирия, которое было объявлено ровно через неделю, была у нас замечательная ЕПТ, которая называлась Дебальцева, когда у нас было по 190 человек в день в течение двух недель. Ну, конечно, с этим, с таким огромным количеством все, конечно, изменилось и гораздо уменьшилось. Если провести какую-то статистику, то, конечно, сейчас поступает ребят больше не с ранениями, а больше поступает ребят вот с банальными простудами, мужскими болезнями, к сожалению, очень много, особенно после зимы, после лежания в этих всех окопах и всего этого самого. К сожалению, очень много ребят этим всем пострадало. Вот. Ну, сколько уменьшился поток и как изменился ребят? Да. Как изменился характер ребят? Ну... То есть, конечно, раненых меньше? Да. Раненых именно ребят, которые вот были простреляны или побиты осколками, или там еще чего-то такого страшного, конечно, меньше. Но, к сожалению, они есть. Один в день однозначно поступают к нам. Вот один в день, ну, то есть, поступает немножко больше, но вот, если так вот четко по статистике, то один в день стабильно ранены именно с откуда-то и Сардеевки, или там с трехизменки, или еще откуда-то, когда идут так называемые бои, что это слово? Перемирие, когда идет перемирие. Когда идет перемирие, да, я абсолютно прав. То вот один раненый поступает. Все остальные ребята вот до 30 человек в два дня сейчас, то есть вот такое поступление, 30 человек в два дня, поступают ребята именно вот с этими такими жуткими болезнями. Спасибо. Можно говорить, в принципе, что существенно уменьшился? Конечно, уменьшился. Поток однозначно уменьшился. Такого огромного, как раньше было, конечно, слава Богу, нету. Ира? Да, я хотела бы уточнить по взрыву, который произошел 22-го числа, потому что понятно, что те люди, которые погибли, мы их похоронили, об этом немного забыли, да? А есть люди, которые пострадали, и абсолютно не мирные, не бытовые у них травмы были. Что с ними? К сожалению, сначала мы похоронили всех ребят, которые погибли, потом занялись ребятами, которые находились на лечении, а именно те, которые получили осколки, про которых очень хорошо и замечательно сказала госпожа Горбунова-Рубан о том, что 15-летний мальчик спокойно может с двумя осколками жить. И вывесла его в детская больница, замечательно себе, на просторы родного города. Но, к сожалению, к великому не смог он жить с этими всеми осколками. У него были дикие боли, у него была и репота была, ну, катастрофически себя чувствовал человек, он даже там и плакал пока никто не видит. И, естественно, мы мальчика собрали, отвезли в замечательное отделение при неотложной, в институте неотложной хирургии, там есть у них такое отделение новое, которое открылось именно для того, чтобы помогать немножко госпиталю, а именно они занимаются как раз осколковыми ранениями, и вытаскивали все осколки. И они точно так же спасли мальчишку, они вытащили ему все эти осколки, несмотря на то, что таких операций в Украине никто не делает, как нам там рассказывали умные врачи, особенно в политравме, где лежал Сережка, 22-летний парень, которого точно так же мало того, что выписали с двумя осколками, один из которых подошел уже в таком миллиметре, когда его вытаскивали к сухожилию, что вот буквально он бы взял, например, баклажку воды и поднял, и все, и не было бы больше у нас человека. Слава Богу, его там спасли, и еще оказалось при всем при этом, его выписали с переломом бедра, чего тоже, собственно говоря, в больнице делать не должна была, но они его выписали и сказали, что ты жив-здоров, пожалуйста, выписывайте. Помогли ему. Точно так же нашему бойцу батальона Харьков-1, Диме, повытаскивали также осколки, с которыми тоже все говорили, что не можно спокойно жить. А с каких больниц их выписывают? Ну, значит, Сергея выписали из политравмы, четвертой, Дениса, 15-летнего мальчика, его выписали из первой областной больницы детской, которая находится на Плачковской подогружной, и Диму, мальчик, который поделил в Харьков-1, его выписали из 17-й больницы, но там была формулировка не просто там они выписали, они просто, к сожалению, не делают таких операций, то есть там как бы к ним претензий нет никаких, они просто этого не делают, поэтому... А почему мы его поместили в 17-й этаже Урология? Он лежал в отделении травмы. Там он, там находился он, еще двое бойцов в Харьков-1, которые пострадали, еще дедушка Юля, их отправили туда, и они там находились на лечении. Сколько всего? А из детской больницы, с какой формулировкой это выписали? Не поддается лечению, или находятся они по адресу? Это областная детская больница, поэтому там по адресу это самое нет. Там была формулировка того, что мы таких операций не делаем, и с этими осколками человек может жить. Как правильно звучал там диагноз, я вам точно не знаю. Нет, просто от диагноза зависит. Вы писали для перевода... Нет, нет, вы писали. Или в диагнозе записано уголовное дело против лечащего врача, иначе нет больницы. Скорее всего, что правда, потому что мама Дениса неоднократно пыталась туда пойти, в эту больницу, вообще как-то обратиться... А человеку больно, наверное, иду в больницу. Ну, то есть там все закрывали двери перед ними, и никто не готов с ними не разговаривать, ничего, а наш руководитель по здравоохранению сказал, что с такими осколками человек жить может спокойно. Особенно на земле. Понятно. Еще вопросы? Хотелось бы еще... Да, да, да. Помимо того, что мы конкретно вот в этой... Понятно, что мы похоронили много людей, и вылечили много людей, точно так же мы починили ту самую газель, которая прикрыла и спасла еще, наверное, десятки жизней, которые могли бы... Мы... Я обратилась точно так же через телевидение просто с огромной просьбой к водителю этой газели, что вы подойдите, пожалуйста, к нам на палатку, сюда, на площадь свободы, мы бы хотели оказать вам помощь, потому что вы спасли десятки жизней людей. Он пришел очень долго там, мялся, 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 потом все-таки обратился, потом мы выявили проблему, сколько чего надо было, где купить, чего ему надо было заменить, что пострадало при взрыве. Вот и как бы тоже починили раненого бойца, так сказать, в виде газельки. За крышу мирных граждан. За крышу мирных граждан. За крышу мирных граждан. Потому что если бы не он, там реально все понимают, что полегло бы еще больше. Сколько всего было раненых? Вот поступило, или вы знаете о них, в 22 число? Ну, было всего 11, минус 2, которые, к сожалению, погибли. Коля и Даня. То есть получилось, что 9 человек, а к великому сожалению, к тому милиционеру, который попал, вот один погиб, уже полковник, а милиционер второй, который попал в 25-й больницу, мы, к сожалению, так информации никакой не нашли, нам ее никто не дал, и больницы приезжали, и сказали, что это не ваше дело, и вообще не лежьте туда, и все. Вот единственный человек, которому мы, как бы, не оказывали никакой помощи, никак не смогли помочь, потому что мы просто, ну, не нашли, и от нас, как бы, информацию нам, наверное, дал, и поэтому, это... Мы пригласим извинения, получали рекламу. Милиционер, не батальон. Нет, нет, это не батальон Харькова, это милиционер, именно... Милиционер. Подстрение какое-то? Да, 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 именно милиционер. Он ранен был после того, то есть? Да, он был ранен, и он до его отвезли в 25-й больнице. Вот, к сожалению, там нам не дали вопросы. Спасибо, еще вопросы? Да, спасибо огромное. Надеемся, что все будет отлично и будет помогать активно. Да, спасибо всем. Спасибо.